Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, немножко расскажу об этом дне, который начался где-то в 6 часов утра. Клала плитку, потом немножко отдыхала, потом пошла в магазин, встретились с дочерью и с ее папой. И что еще делала? Вот вы видите крышу за спиной у меня. Я сбрасывала с нее снег. Ну не подумайте, что я на нее лазила. Во-первых, у меня нет лестницы, чтобы забраться и сбросить снег. Я действовала по-другому. У меня есть такой металлопрофиль, и я подбивала снизу то, что уже практически сунулось с крыши. И весь снег, в общем, отходя, все это было опасно, хочу сказать вам. Отходя, все это громада падала. И я вам сейчас покажу то, что упало с крыши. Я не знаю, сколько бы это еще таяло. Вот. Так что приближаю весну вот такими своими действиями потихонечку. Слышите, где-то гуси кричат. По утрам кричат петухи, и просто неимоверная тишина. Вы мне там писали, сразу отвечу попутно на комментарии, что-то нет у вас людей на улице, у вас что там, нет народу. Вы знаете, народ есть, но наш дом стоит практически в тупике. Дальше еще есть дома. Посмотрите видео на Новый год, когда мы туда с Лешиком ходили, и первый раз смотрели, что же там внизу. Там еще есть немножко домов, и там люди живут. И я вижу только тех людей, которые вот снизу, там устье реки, ягодная ряса, и они там живут. Вот только тех людей я вижу, которые идут мимо нашего дома. Но я вам хочу сказать, мы убежали из Москвы, но во всяком случае я, потому что я и моя дочь Лешик сейчас работает там, именно от этой суеты. Мне не нужно вот это мельтешение людей, которые ходят, которых много. Мне наоборот хочется какого-то уединения, покоя, и, как говорится, чем меньше народу, больше кислорода. Раньше так говорили. Вот. И я наслаждаюсь именно этим умиротворением. Мне вот эта толпа не нужна. Правда. Может быть, вам это не нравится. Каждому свое, как говорится. Мне это очень нравится, когда я могу не закрывать шторы и смотреть на улицу, любоваться просто природой, просто то, что я вижу за окном, но без людей. Сейчас, кстати, познакомилась со своей соседкой, с Алевтиной. Мы идем. Я, дочь и ее папа. Кстати, зовут его Саша. Это мой первый муж. Анин папа. Вот. И мы идем с магазина. Я в Азоне там получала заказ. Тоже сейчас перейдем в дом, и я вам все покажу. И идет эта соседка Алевтина и говорит, а вы к кому-то в гости? Я говорю, нет, мы к себе. Мы здесь купили дом. Я купила дом. Она, а, это вот этот вот дом, домик желтенький. Здесь жила баба Маша. Я к ней в гости ходила. Это самая первая. Ой, вот видите, снег проваливается, и я с ним гружусь. Самая первая хозяйка этого дома, которая его строила. Вот. Ну и рассказала немножко о ней, как о хорошем человеке. Ее уже нет, царство ей небесное. И задает мне такой вопрос. А у меня есть шторы? Вам не надо шторы? Я говорю, у меня есть шторы. А то я иду, у вас окна светятся, а шторта нету. Я говорю, у меня есть шторы. Я просто редко их опускаю, потому что, ну, я не могу сидеть, как в аквариуме, с закрытыми шторами. Я говорю, я специально их не опускаю, мне хочется смотреть на улицу. А, а то я вам могу дать. Вот. Представляете, какой народ отзывчивый. то есть, вот видит какую-то проблему, да, у человека нет штор. Да, я поделюсь с вами шторами. Друзья, вот просто до слез, представляете, 66 лет, я ее узнала, она еще работает. А вы не на пенсии? Я говорю, нет. Не на пенсии, еще далеко. Мы все молодые стали. В общем, так немножко пообщались, но дочери нужно было идти домой. Забрали мешок теплона. Это штукатурка для штукатуривания стен. Там уже скоро идет эта работа. Уже провели проводку, настелили пол, и теперь уже нужно штукатурить стены. И я покупала, и, так скажем, на ее долю, да, то есть, теплон. Вот они на самодельных санках, друзья, это вообще что-то. Вот жалко, она не дала мне снять это на видео. Ну вот, она такая скромная и не хочет вот вообще попадать в кадры. Я говорю, Аня, ты мне такой контент не дала сделать. Короче, они свернули профлист, ну вот просто коробочкой, и протянули проволоку, такую хорошую проволоку, и сделали в виде санок. И теперь в эти санки кладется этот теплон, штукатурка, и они поехали. Пока есть снег, можно это позволить. То есть, руки отдыхают легко. В общем, вот так вот выкручиваемся, потому что за доставку не хочется платить уже средства у нее на исходе. и когда ходили в Азон, у нее там значит, это заказывала она столешницу и заказывала как это называется, щит, который, ну фартук, да, от столешницы. Столешница у нее была оплачена, а фартук она сегодня оплачивала. И Денис это продавец этого магазина. Короче, мы хотели забрать столешницу, хотели ее просто нести в руках. А он так удивился, говорит, вы что, в руках это понесете? Мы говорим, да, что она легкая? Он говорит, давайте я вам привезу, сделаю вам скидку, но, собственно говоря, бесплатно привезу вам эти и фартук, и столешницу. Денис, если ты меня смотришь, спасибо тебе большое, что ты вошел в положение, что ты понял все, что средства на исходе. Спасибо тебе за твою человечность. Вот. Ну, и мы быстро, быстро пришли из магазина. Я кое-что там в магните покупала какие-то продукты. Они меня стояли, ждали, потом вот пришли домой, познакомились с соседкой и побежали быстро с этими санками, побежали к себе домой ждать, когда привезут столешницу и вот этот фартук. Так что, друзья, конечно, я покажу вам, что происходит у Анечки в квартире. Сейчас немножечко, ну, чтобы поинтереснее вам было смотреть. Я понимаю, что вы ждете видео, что вам интересно, но мне сейчас и не хочется туда идти, не мешать им, потому что там каждый день штрабления, там каждый день какие-то такие шумные работы. немножечко сейчас это все успокоится, вот вроде бы-то все с проводкой закончили, там уже сейчас будут настилаться полы во всех комнатах, потом, конечно же, вам покажу. Но душа радуется, что мир не без добрых людей и почему-то именно такие люди встречаются на нашем пути. Ой, ну просто до слез. Держу, сдерживаю эмоции, чтобы не расплакаться в кадре. Вот. Так что вот такое настроение, немножко с вами пообщалась. Спасибо вам большое за ваши советы, за ваши рекомендации. Некоторые, ну просто очень, очень хорошие те, о которых бы я может быть даже и не догадалась. Вот так вот мы друг другу помогаем. Я вам рассказываю о своих, о своем опыте и наработках, а вы мне советуете. Вот такие комментарии и таких комментаторов я очень люблю и очень ценю. Ну все, наговорила уже почти на 10 минут. С крыш капает копель, уже просто пахнет весной. Сейчас покажу вам глыбы, которые вот я столкнула, мне удалось столкнуть с крыши. Вот, посмотрите, крыша вся чистая, вот здесь немножечко небольшой сугробик лежит, а там уже все чисто. А теперь посмотрите вниз, что я оттуда столкнула. Вы представляете, как я рисковала. Ой, вот это я даже не могу поднять. Посмотрите, какая глыбища, льда упала с крыши. Вот. Здесь вот. Но здесь то еще ладно, здесь как бы, ну, это я просто ускорила процесс, чтобы не лежала на крыше. И все это дело таяло уже на земле, уже хочется. Приближаем весну, как говорится. А вот то место, где мы ходим, ну, то есть выходим из дома и идем к Калицке. Вот там было опасно. Там могло упасть на голову. Я же и там, вот здесь, вот это вот место, вот я выхожу из дома и иду. А тут еще я знала, что придут мои гости. И я понимала, не дай бог. Видите, вся чистая крыша. Все я прочистила. Вот уже здесь вот растаял. Ну, еще кое-какие вот эти вот глыбы вот лежат. Видите? А вот мой помощник. Вот этот металлопрофиль здесь был. Вот он. И им я вот так подбивала вот так снизу вот так стучала по льду, который уже сполз с крыши. И все это дело уже видела, что начинает ехать. Отходила в сторону и все это благополучно падало вниз. они эти глыбы. Да. Так что теперь здесь ходить можно в безопасности. Ой, какой же чистый воздух. Так тепло, так тихо. Кстати, вот сейчас видите, какой-то снежок срывается. Не знаю, видно на камеру, не видно. Я помню, когда мы первый раз пришли смотреть наш дом, вот самый-самый первый раз, и из дома вышли и увидели вот этот сарай. И я произнесла такие слова. Ну, этот сарай под снос. Друзья, как же я ошибалась. Вот не все то, что некрасиво, не значит не хорошо. Этот сарай еще переживет нас. Вы посмотрите, как он сложен. Видите, как здесь все вырубывалось, выпиливалось, и как эти шпалы загонялись тут даже без столбов. Это вот такая кладка шпал. Видите угол, как сделан. и все это скобами потом сшивалось. Скобами или даже может быть без скоб. Я даже скобы здесь не вижу. Где-то я видела одну скобу. Вот как конструктор это все собиралось. Сарай не течет, сарай сухой. Кстати, я лазила в погреб. Танечка привезла мне семенную картошку, и я туда ее благополучно в погреб снесла. эти два мешка. И в погребе сухо, и в погребе настил есть. Ну, то есть, не на пол это все ставится. Этот сарайчик мы с Лешей так облагороден, что он превратится просто в конфеточку сладкую. Вот. Так что, может быть, даже что-то придумаю из этого старого холодильника. Тоже делают коптильни, всякие мангалы. То есть, есть где развернуться наши фантазии. Главное, чтобы было здоровье, чтобы все это воплотить в жизнь. Но мне уже видится, как здесь будет красиво. Так что, сарай, прошу прощения у тебя за мои вот эти опрометчивые слова. Прости, глупышку, не увидела в тебе такого красавца, такую мощь. И это история. Это вообще не надо разрушать. Мы все гонимся за красотой. меняем крыши. А сейчас такой профлист, ну просто бумага. Люди поменяли оцинковку тех времен Советского Союза. А теперь жалеют, потому что вот этот профлист, конечно, он тоже бывает разный, но не очень хорошего качества. Так что, правильно Лешек сказал, мы крышу будем только красить. Найдем хорошую, дорогую краску, может быть, какую-то латексную и будем красить, потому что эта крыша еще нас переживет. Ну ладно, все, заболталось. Пойдем в дом, покажу эти часы, я получила на озоне. Что-то еще получила, лампочки получила, но они не совсем подходят. В общем, ладно, давайте пройдем в дом и там все посмотрим. Ну что, друзья, вот эти часики. Теперь показываю вам их вживую. Очень нравится. Вот это металл, между прочим. Это не пластик, это металл. Вот так они открываются. Сейчас сюда вставлю батарейки у меня есть и буду наслаждаться этими часиками. Еще в озоне я заказала люминисцентную краску, если правильно говорю, которая светится. Может быть, даже покрашу цифры в этих часах, чтобы можно было видеть их в темноте. А вообще это тоже лайфхак для вас. Этой краской красят и выключатели, и углы. И это обеспечивает вашу безопасность ночью. То есть встали там водички попить или куда-то сходить в определенное местечко. Это очень-очень удобно. Она бесцветная, а ночью она светится. Вот получу, потом, конечно же, вам покажу. Ну, прелесть прелестная. Посмотрите, вот такая птичка здесь. 1400 с чем-то там рублей. Ну, 1400, 423, по-моему. очень классные часы. Пока не знаю, куда я их буду вешать. Может быть, вот там вот в угол в той комнате, а может быть, вот где гардеробная и кухня. Посмотрим, где будут смотреться лучше. Очень хорошо запакованы специальные упаковки. так что я рекомендую. Осталось там, по-моему, три штуки. Посмотрите, купить вот такой состаренный цвет. Видите, там что-то даже написано. Ну, в общем, винтаж. Классная. Очень довольна. Что еще купила? Да, часы я покупала на Озоне, а вот эту штуку я покупала в Вайлдберис. На Озоне что-то дороже получалось. Это два инструмента. Идет же весна. Торнадо. Наверное, вы знаете. Посоветовала мне, видимо, моя подписчица ВКонтакте написала мне личное сообщение. Там просила у меня ссылку на рамки и на люстру или на фонарики и на люстру. И потом посоветовала мне, Елена, купите вот эти штуки. Они просто вас выручат весной. Да, я помню, как я осенью надорвала руки, все опухоли, вырывая эти сорняки. Вот эти штуки будут моими помощниками. 1800 рублей за две вот эти штуки. Это типа тяпки подпушивающие и вырывающие сорняки. А вот вторая для сорняков. В общем, они одно и то же очень хороший металл. Сейчас будем смотреть. А здесь вот эта тяпка поменьше. Механизм тот же самый, но этот побольше. И в подарок шли, я забыла, как это называется, эти вот штуки, которые одеваются на, ну, это, так скажем, ручки для удобного захвата. В общем, конечно же, покажу все в действии, но металл здесь очень хороший. Вот прям видно, что он крепкий. И она такая, не, я не скажу, что она вот тяжелая, но посмотрев видео, как это все работает, я решила все это дело купить. В общем, здесь мы будем собирать. Я переживала, что я забыла проверить на наличие некоторым приходит без вот этих штук. заявлено, что вот этот подарок идет. Но вот продавец меня не обманул. Все как и обещал. Все есть. Эти штуки вот одеваются на этот руль. Ну, а вот это то же самое, только в уменьшенном варианте. Я так поняла, это вставляется в сорняк. Вот это прокручивается вот здесь. и сорняк вырывается. То есть, никакой нагрузки, можно сказать, на спину, на ноги. Так что, друзья, рекомендую вам эту вещь. Очень хорошие отзывы. Я, конечно, ее еще не испытывала, но, судя по отзывам, она очень-очень хороша. Друзья, сходила в магазин. Вы посмотрите, сколько снегу навалило. И такой мокрый, влажный. Ой, вот еще сумку не завозила. Посмотрите, что творится. Только все чисто было. Сейчас буду брать лопату и чистить. Опять навалило снегу. Вот уж зима богатая на снег. И валит, и валит, и валит. А если к утру мороз, все это схватится, потом фиг очистишь. что, иду? Иду в дом за лопатой. Да, друзья, вы спрашивали по поводу конька или крылечка. Конечно же, вот над этой входной дверью планируется сделаем крылечко. Может быть, повешу цветочки над козырьком. Ну, в общем, здесь, конечно же, все будет облагораживаться. Ну, что, друзья, показываю результат. Почистила я снег. Причем, так хорошо почистила и вот здесь почистила под машину и там почистила, чтобы было кому развернуться. Но раз дороги не чистят, так люди вот в таких вот аппендиксах разворачиваются. а он все сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. И конца и края ему не видно. Посмотрите, какие сугробы выше забора. Вот это зимушка, зима. А я-то думала, все, опять вот вся крыша заметена снегом. Ну, в общем, все. Если даже и насыпет к утру, завтра все равно будет полегче чистить. Ну, с крыш течет. Все. Пойдем в дом. Закрыла калитку. Все, иду сумку разбирать. Да там в принципе ничего не купила. Горшочки купила, торфяные под рассаду. И тазик купила. Ну, вот и все. Иду разбирать сумку. Вот покажу вам этот тазик из светофора за 150 рублей 149. Я приспособила под кошачий туалет. То есть поставила туда сетку. Он глубокий и когда они роются в общем здесь разбрасывают. А так эти бортики не дают разбросать. Вот купила еще один такой. Купила туалетную бумагу 99 рублей это в экспрессе. что-то в светофоре плохая бумага была. И вот собственно говоря из-за чего ходила это вот торфяные горшки. Буду сюда класть таблетку землю чтобы потом сразу не травмировать рассаду а сразу этот горшочек в грунт высаживать. 27 рублей в фикс-прайсе. Раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять этих горшочков. Вот две штучки купила. Ну вот что Моня пришел проверять да пришел проверять что я тут купила. Ну вот хочу заменить чтобы цивильно тут было у котов и второй вот этот картонный коробок убрать а поставить вот этот вот тазик и будет достаточно приличные туалеты у наших котов. Чем еще сегодня занималась занималась сделала немножко плитку здесь наверное замеса 3 то есть 3 умножаем на 12 что это там получается у нас 36 штук да вот и клеила плитку на стену опять течет потолок ну как-то не очень обильно как-то через день то течет то не течет в общем весной будем опять лезть на крышу и все это разбирать смотреть в чем же причина ну а здесь покажу вам сколько я уже здесь выложила вот эту стену но дальше на этой стене не продолжаю розетку вот эту будем менять что-то сразу не получилось у нас не подумали хочу больше розеток туда но некрасиво как-то она там сидит в общем будем переделывать вот придумала сушить я плитку в батарее вот так вот беру вставляю сюда и несколько слоев вот здесь еще есть вот такая дырочка вот и вот так вот она сохнет под батареи на трубах и вот здесь вот это уже высохло надо ее ящичек сложить так что вот такие дела на сегодня наверное может быть несколько рядочков положу плиточки еще и наверное все надо отдыхать а то как вы говорите Лена жалея себя друзья действительно очень уже устала я надо немножечко не в таком темпе заниматься вы мне там писали Лена не дешевле ли купить друзья во первых вот такую плитку это называется венецианская штукатурка я не куплю а во вторых не дешевле очень дорого посмотрите видео и посмотрите себестоимость этой плитки если делать самим выигрываешь где-то более 20 тысяч рублей это достаточно внушительная сумма ну во всяком случае для меня да и заниматься этим занятием мне нравится вот да что еще сегодня сделала я повесила часы перевесила с кухни сюда и посмотрите как интересно практически все основные геометрические фигуры прямоугольник круг и ну можно сказать треугольник здесь на этой стене а вот эти скажем так уличные часы повесила пока здесь но не очень мне нравится скорее всего буду их перекрашивать в черный цвет сливается с потолком и смотрится ну так скажем но не нравится мне сами часы нравятся а вот как они здесь висят не очень нужен черный цвет перекрашу конечно же потом вам все покажу ну все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю желаю вам неимоверного полета фантазии до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока